Приветствую вас! Вы знаете, первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что у вас, собственно, вопроса нет. То есть вы говорите, что вот мой вопрос покажется глупым и детским. Да нет, не показался глупым и детским. Наоборот, серьезный вопрос, который свидетельствует о наличии определенных проблем у вас. Например, проблема стыда, проблема принятия себя, проблема сравнения себя с другими людьми. Вот, скорее всего. Например, проблема потребности в любви, в чувстве, возможно, собственной значимости. Я бы сказал, что проблема в общении, в коммуникации с другими людьми. Вот. Я бы сказал, что у вас с папой отношения, ну, не очень хорошо складываются. Либо он отдален, либо вы его совсем не чувствуете, либо его вообще нет. Вот. Собственно, отсюда и потребность такая, мужчина. Вот. Либо папа был, да, то есть сын, ну, был и есть, но он не ведет себя так, как вот вам прям хотелось бы. Вот. Так что, вопрос довольно серьезный. Но нет вопроса в тексте. Вот. Не увидел. Есть обесценивание. Себя. Да. Обесценивание в себе есть. Вот. Сходу прямо. Прошу меня, если вопрос глупый или детский. Откуда, откуда такая мысль появилась? Что вопрос детский, глупый и так далее. Откуда? Подумайте, вот, подумайте природа этих мыслей. Это важно. Дальше. Дело в том, что мне девятнадцать, у меня еще никогда не было парня. А должен быть? Оно. Парень-то должен быть? А зачем? На меня обращали внимание, некоторые проявляли интерес, но я сама ничего не чувствовал к нему. И чем это связано? Что не чувствовали ничего. Один парень даже подошел познакомиться в метро, я подумав, что не стоит зажиматься, решил дать ему телефон, но он оказался пикапером, стал клишевые сообщения. Ага, и вовсе пропал. Ну, не то, чтобы я против знакомств в метро. Я просто считаю, что они должны быть всегда основаны на каком-то фундаменте, на фундаменте чего-то общего. Понимаете? А не так вот, что вот девушка понравилась, да, познакомилась с ней и начал с ней общаться. Ну, просто потому, что на внешности далеко не уедешь. То, что вы решили не зажиматься, это опять же свидетельствует о том, что у вас в наличии есть некий конфликт. То есть, вся эта ситуация с мужчиной была воспринята вами как шанс, возможность, ну, вот, как-то себя проявить. И то, что вы хотите себя проявить, это нормально, но вот как вы хотите себя проявить, не совсем. Тут бы вот субъективную сторону вашего выбора исследовать. Важно было бы. Он оказался пикапером, который писал мне кличевые сообщения. Так, значит, я увидев, что я на это особо не реагирую, вовсе пропал. Какой вывод вы из этого сделали? Анна. Тоже очень важный момент. Какой вывод вы сделали? Дальше. Я учусь в университете. Со мной на потоке учится парень, который мне безумно нравится. Чем? Я зашла к нему на страницу в социальной сети. Оказалось, что он слушает ровно такую же музыку. А мне так хотелось найти человека, с которым можно было бы поговорить именно об этом исполнителе. Вот видите, то есть у меня чувствуется некая изолированность у вас. Да? То есть... Ну, есть изолированность некая. Может быть, вы не выражаете свои интересы. Так. Может быть, вы там... Я не знаю. Не раскрываете... То, что вам нравится. То есть это вот вопрос, опять же, принятия себя. Это вопрос ваших друзей. Да? То есть... С мужчинами... С мужчинами можно обсуждать музыку. Но лучше все-таки, чтобы вы это делали сперва с друзьями, а потом с мужчинами. Не наоборот. Пусть им практически не пересекаемся. Учимся в разных группах. Я думал, мы можем добавить его в друзья. Мы бы сначала написали ему что-нибудь, потом добавляли в друзья. Безумно стесняют. Ну, про стеснение я сказал, да? Нам тут нужно определить, чего именно выясняется и с этим работать. То есть освободить вас от этого не приняться. Да? То есть изучить его, исследовать. Посмотреть, так сказать, мировоззренческие аргументы в пользу этого. Ну и чувственные аргументы тоже. Никак не могу, хоть и заказал к нему на странице каждый день. Зачем? А мама меня всегда поделит, говорит мне, что я обязательно встречу своего человека. Ну, а мама, скорее всего, тоже живет с человеком. Она живет, ну, либо вами, либо кем-то еще. Вы с мамой близки. Чересчур близки и все рассказываете. То есть лишней границы вас нет с мамой. Это говорит, опять же, о том, что вы, ну, недостаточно самостоятельно. Вот. Потому что не может человек быть целью. Да? Вот. Когда я рассказал ей про эту ситуацию, она сказала мне, что лучше жалеть о том, что сделаю, чем о том, что не сделаю. Она права, но рассказывать эту ситуацию ей не стоило. Советов мне просто добавить ее в друзья. И советов в случае тоже не стоит. Советов в случае тоже не стоит. Я с ней согласна. Понимаете, нужно пытаться самой принять попытки, но все равно стесняешь. Очень стесняешь. Ну, опять же, за стеснением нужно работать. Это стыд. Стыд это непринятие себя и сравнение с другими людьми. Вот. Осуждение себя. Осуждение своих каких-то вот мыслей, желаний и так далее. Я не могу назвать себя затворницей. Я, конечно, много учусь, работаю, но в то же время пытаюсь посещать разные мероприятия, выставки, университетские встречи. А для чего? Зачем? Вы это делаете? В последнее время я уже воспринимаю не как возможность приведения досуга, а как сейчас встретить молодого человека. Да вы встретите молодого человека и нужно заниматься каким-то делом, хобби, увлечением. Да? Вот. И тогда вы встретите людей. Ну, вообще, вопрос, да, еще повторю по поводу ваших друзей. Вот. Молит романтические фильмы так на меня влияют. Не знаю, а зачем вы их смотрите, это как на цель. Очень хочется встретить человека, с которым можно было бы болтать ночами, смотреть на падающий снег и слышать любимую музыку. Хочется для чего? Одна-то вы почему этого делать не можете? Одно-то вам что мешает? Насладаться этим. Вот. Смотрите. Вот об этом я рекомендую вам подумать. Ну, а вопрос у вас, как я уже сказал, нет. Вопрос вы не задаете. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нужно исследовать вашу семью, семейные отношения. Нужно исследовать вашу потребностную сферу. Ваше представление о себе. И избавить вас от конфликтов внутри личностных, которые у вас есть. Тогда все будет в порядке. Ну, и вопрос. Анна, все-таки вам нужно соревновать вопрос. Чего хотите-то? Понимаете? А то написали текст, а чего хотите, не написали. Вот. Это означает, что вся эта ситуация вам выгодна. Исходя из этого, я делаю вывод, что возможно, возможно, вам нравится мечтать и фантазировать больше, чем соприкасаться с реальной жизнью. Коли так, то уход в мечты – это избегание. Защитная реакция от чего-то, что в реальной жизни вам не нравится. Нужно с этим разбираться тоже. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам немножко приведу. Поехали! Уйдите! Продолжение следует...